Она хочет меня увидеть сегодня, я тоже. Дай-ка отправлю фотку моего. Стоп, не надо этого делать. Сегодня в видео я вам расскажу о целой дюжине сообщений, которые никогда нельзя посылать женщине. Почему ты мне не отвечаешь? Я вижу, что сообщение доставлено. Что происходит? Почему ты мне не отвечаешь? Не стоит посылать такое сообщение. Вы выглядите агрессивным, озабоченными и нуждающимся. Серьезно, разве вы хотите посылать такие сообщения? Просто дайте ей пару минут. Обычно у девушек есть три причины, по которым они не отвечают парням. Первая, она просто занята. Может на работе появилось срочное дело, которое надо решить прямо сейчас. Она занята чем-то другим. Вторая, она отвлеклась. Она сидела переписывалась с вами в кафе, но тут прошла ее подружка и позвала ее. Та отвлеклась, отложила телефон и пошла обниматься с ней. В общем она переключилась на что-то еще. И третья, может она просто не хочет вам сейчас отвечать. Вы задали ей вопрос, который надо обдумать и она сейчас не хочет этого делать. Или писать обратный длинный ответ. Лучше она поговорит с вами при встрече. Может вы сказали ей что-то обидное. В любом случае она решила, что не будет отвечать вам сейчас. Она не обязана вам отвечать. Если это что-то важное и вам надо с поговорить. Есть другие способы коммуникации. Можно просто позвонить и поговорить по телефону. Мужчины и женщины оценивают переписку совсем по-разному. Для женщин это более социальный инструмент, а для мужчин это практичная вещь. О, она послала мне фотографии. Кто этот мужик, который тебя обнимает? Он тебе в отцы годится. А, это твой папа. Давайте обсудим сообщение, кто этот парень. Так вы выглядите ревнивцами. Конечно, где-то внутри вы можете быть ревнивыми и спрашивать себя, что это за тип. Она отправила это, чтобы поделиться с вами информацией. А если вам интересно кто это, спросите уже при встрече. Так, ребята, идем в бар сегодня. Дай-ка я напишу сообщение своей девушке. А, собираются спать? Привет, как твои дела? Ложишься спать? Я тоже. Да, я обычно ложусь рано спать. У меня был тяжелый день. Увидимся. Ну что, ребята, готовы? Идем. Это выглядит так не видно, немного обмануть в переписке. Но вот в чем проблема. Маленькая ложь ведет к большой лжи. Это также ведет к подозрениям. Потому что если она узнает, что вы не легли спать, а пошли гулять с друзьями, она начнет спрашивать себя, а где еще вы ее обманываете? Вообще нежелательно иметь в своем окружении людей, которые относятся к вам подозрительно. Маленькая ложь приводит к большой, а та к большим проблемам. Что хочешь делать сегодня вечером? Не знаю. А ты что хочешь делать сегодня вечером? Поговорим об неопределенных сообщениях. Большинство свиданий и то, что будет на них происходить, это инициатива мужчин. И, кстати, женщинам очень нравится, когда мужчина берет это дело в свои руки и знает, куда они пойдут и что будут делать. Так что не бойтесь взять на себя лидерство и вести в этой ситуации. Я заметил за собой, что я так поступаю и в бизнесе. Потому что люди, в целом, бывают очень неопределенны. Это очень оживляет, когда есть план, даже если вы не собираетесь ему следовать. Какая твоя любимая группа? Какой твой любимый фильм? А какой твой любимый цвет? Хочешь ли ты детей? Что ты думаешь о глобальном потеплении? Как думаешь, кто должен стать следующим президентом? Воу-воу, вот чего не стоит делать, так это закидывать ее вопросами. Спрашивать вопросы один за другим. Переписка – это что-то легкое. Если у вас много вопросов, оставьте их уже для личной встречи и задайте их, когда пойдете выпить чего-нибудь. А вот переписка – это не то место, где надо закидывать вопросами. Это очень быстро надоедает. Эй, как дела? Отлично, а что у тебя? Назовем этот тип сообщений «Скучный брат». Это когда вы посылаете простое сообщение и ожидаете ответа. Так вы выглядите очень ленивым. Вы не проявляете оригинальность, вы не сильно задумываетесь об этом. Такое сообщение можно послать кому угодно. Вы просто закидываете удочку и ожидаете, чтобы она делала всю работу и рассказывала, как прошел ее день и так далее. Часто женщины отвечают так же скучно, так что напишите что-то получше. Эй, как дела? Где ты? С кем ты? Дай мне свои координаты. Срочно! Такая переписка называется «Озабоченный отец». Если вы и вправду отец и переживаете о своих детях, я разрешаю вам посылать такие сообщения сколько угодно. Но для остальных, если вы только познакомились с девушкой и переписываетесь с ней. Не ожидайте, что она выдаст вам всю информацию сразу. Может, она что-то хочет оставить только для себя. Это не означает, что она что-то скрывает от вас. Я знаю, что мы только вчера познакомились, но я хочу от тебя детей всех двадцатерых. Назовем эту переписку «Перегибать палку». Вы познакомились с интересным человеком и вам хочется с ним познакомиться получше. Не стоит нажимать чересчур сильно. Не отправляйте ему сообщения, которые будут сильно давить. Это отпугивает. В большинстве случаев отношения развиваются естественным путем. Люди должны познакомиться друг с другом получше перед тем, как рожать детей. Так что не пугайте человека, закидывая его гамма эмоций в одном сообщении. Ох, я идиот, я дико извиняюсь, я забыл о твоем дне рождения. Я понимаю, что для тебя все в порядке, но я такой дурак. Назовем это бесконечные изменения. Вы попросили прощения, она все простила. Все, не надо себя бичевать. Может, кому-то из вас это нравится, конечно. И вы наоборот прикалываетесь с этого, что люди уделяют вам внимание и жалеют вас. Это, может быть, уже ваша проблема. Задумайтесь, вы попросили прощения, вас простили. Если прям так чувствуете вину, встретитесь с человеком лично и попросите прощения с глазу на глаз. Может, подарите букет цветов или еще что-нибудь придумаете. Но прекратите писать сообщения с извинениями и самобичеванием. Не надо повторять это снова и снова. Хорошо, я считаю, что у меня прикольный наряд. Да, наверное, не всем понравится вот такая рубашка, но напишите в комментарии, что вы думаете. Кстати, давайте спросим ее. Что ты думаешь, тебе нравится? Ты уверена? Я не очень уверен в этой комбинации. Ты точно уверена? Ты меня не обманываешь, потому что парочка людей сказали, что им не нравится. Назовем эту переписку выбивание одобрения любыми способами. Вы просто продолжаете спрашивать, если это так, и стараетесь спихнуть ответственность на других людей. Вот в чем суть. У вас в жизни будет много возможностей и много неудач. Конечно, вы будете проделывать работу над ошибками и вносить поправки. Одеваться не так, как нравится всем. Идите по жизни уверенно. Если вы сделали ошибку, тогда просто взгляните на нее со стороны, исправьте ее и продолжайте идти вперед. Мне так скучно сейчас. Мне нечем заняться. Что ты делаешь? Пришли мне фото. Ох, мне так скучно. Хотел бы я быть с вами. Назовем это «развлеки меня сообщения». В общем, скажу как есть. Такие сообщения никому не нравятся, потому что они просто высасывают энергию. Вы требуете фотографии, истории, детали. Вы всегда возмущаетесь насчет всего, что происходит вокруг вас. И если вы всегда возмущаетесь тем, что вокруг вас, то люди, в конце концов, не захотят быть рядом с вами. Конечно, иногда такие сообщения допускаются, но только не часто. Это называется бессмысленные селфи. Признаюсь, мне нравится отправлять такие людям просто, чтобы застать их врасплох. Но в целом, особенно на начальной стадии отношений, это не то, что надо делать. Только разве что, если у вас сразу идеальные отношения с человеком. В остальных случаях это могут воспринимать не так, как вам хотелось бы. Что посмотреть дальше? Как насчет разобраться в эмодзи? Тогда вот для вас видео, в нем я привожу научные исследования. Говорю, какие эмодзи стоит использовать и что лучше не отправлять, когда пишете женщинам.